И сказал Господь, Симон, Симон, Я молился о Тебе, чтобы не оскудила вера Твоя, и Ты, некогда обратившись, утверди братьев Твоих. Восстановление отрекшегося Петра в апостольстве. Еще до своих крестных страданий и смерти Господь Иисус Христос обещал ученикам, что по воскресении Своем Он встретит их в Галилее. Об этом же мироносицам сказали ангелы, находившиеся у гроба Господня. Следуя по велению Божию, апостолы Христовы отправились в Галилею. Там они вернулись к своему прежнему занятию – ловли рыбы в Галилейском море. Однажды Симон, Петр, Фома, Нафанайл, сыновья Зеведеевы, Иаков и Иоанн, и еще двое учеников Христовых, трудились всю ночь, ловя рыбу, но ничего не поймали. На рассвете в утренней мгле они увидели стоящего на берегу человека. Это был воскресший Христос, однако ученики не узнали Его. Господь спросил апостолов, есть ли у них какая-либо пища? Они ответили – нет, потому что сети их были пусты. Тогда Христос предложил апостолам закинуть сеть по правую сторону лодки. И вновь повторилось чудо, пережитое ими три года назад. Они не могли вытащить сеть из-за множества попавшей в нее рыбы. Иоанн, пораженный этим чудом, первым узнал Христа. «Это Господь», – сказал он Петру. Петр, всегда отличавшийся своей решительностью, не мог ждать, пока лодка доплывет до берега. Он бросился в воду и поплыл к стоящему на берегу Спасителю. Другие ученики приплыли на лодке, таща за ней сеть, полную рыбы. Когда же они вышли на берег, то увидели разведенный огонь, печеную рыбу и хлеб. Господь сприготовил для своих учеников трапезу. Желая, чтобы они вкусили и от плодов рук своих, от своего чудесного улова, Христос сказал им, «Принесите рыбу, которую вы теперь поймали». Петр возвратился к лодке и с помощью других учеников вытащил на берег сеть. Пораженные всем происшедшим, апостолы с благоговением и страхом стояли перед Господом. Видя их робость, Спаситель ободрил их, говоря, «Придите, обедайте». Он взял хлеб и дал им, также и рыбу. Никто из учеников не смел спросить Его, «Кто ты?», зная, что это Господь. Во время этой благословенной трапезы Христос обратился к Петру с вопросом, любит ли Он Его больше, чем другие ученики. С сердечным трепетом Петр ответил, «Так, Господи, Ты знаешь, что я люблю Тебя». Тогда в ответ Он услышал, «Паси агнцев моих». Через некоторое время Христос опять спросил Петра, любит ли Он своего Учителя и Господа. Петр вновь ответил, «Да, Господи, Ты знаешь, что я люблю Тебя». Спаситель снова поручает Ему, как апостолу, пасти овец Его. И в третий раз Господь спрашивает апостола, «Симон Ионин, любишь ли Ты Меня?» Опечаленный Петр отвечал, «Господи, Ты все знаешь, Ты знаешь, что я люблю Тебя». Христос и на это говорит ему, «Спаси овец моих». Это троекратное исповедание апостолом Петром своей любви и веры изгладило его грех, когда он трижды отрекался от Господа во дворе первосвященника при взятии Спасителя под стражу. Апостольское служение Петра стало свидетельством его раскаяния и совершенной любви к Богу. Эта любовь привела его к мученичеству за Христа. В 68-м году в Риме при императоре Нероне святой апостол Петр был распят на кресте вниз головой, ибо он считал себя недостойным быть распятым так, как Спаситель. святая церковь почитает Петра как первоверховного апостола. Пример святого Петра учит нас никогда не отчаиваться. Господь прощает даже самый тяжелый грех, если он омыт слезами покаяния. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Не будем отчаиваться в своем спасении. Хотя бы не зверглись мы в самую бездну порока, можно опять подняться, сделаться лучше и вовсе оставить порог. Субтитры создавал DimaTorzok